Поздним воскресным вечером в небольшой пятиэтажке на Приозерском шоссе вспыхнул огонь. Сначала жильцы слышали пожарные сирены, затем полицейские. Было машин несчетное количество. И пожарных, и скорых. В сгоревшей квартире нашли человека. Слышала, что они сказали, вызывайте скорую. Мужчина без сознания. Тело мужчины находилось на диване, как позже напишут в протоколе осмотра, без внешних признаков насильственной смерти. Но уже через пару дней на стол следователя легло заключение судмедэкспертов. Смерть наступила в результате механической асфиксии и удушения петлёй. Тогда никто не мог предположить, что за этой фразой кроется трагический финал отношений. Убитому было 69 лет. Тихий человек, фармацевт. Внимательным соседкам было непонятно, почему такой элегантный мужчина не женат. Прилично одет. Брюки на нём были бежевого цвета. Вся такой вот с портфельчиком. Ну, такой, вы знаете, не то что. Интеллигентный. Но иногда к соседу всё же приходили визитёры. Вот только представительниц прекрасного пола среди них не было. Может, нетрадиционной ориентации. Следственно-оперативная группа проверила круг общения убитого. Один контакт был давним и показался странным. Тихий жилец дома на Приозерском шоссе с 2007 года имел очень тесную связь с неким Абиджоном. Нашли Абиджона в подсобке торгового центра, где он пытался спрятаться от сыщиков. Мужчина сразу признался, что убил друга. Обвиняемый 5 марта текущего года в квартире одного из домов, расположенного на Приозерском шоссе, в ходе возникшей ссоры ремнём задушил своего 69-летнего знакомого. С целью сокрытия следов преступления он поджёг квартиру и скрылся. Как поведал 32-летний Абиджон, убитый, не хотел разрывать с ним отношений, которые были больше, чем дружескими. А вот Абиджону не хотелось их продолжать, поскольку он недавно женился и собирался быть примерным семьянином. У меня с ним конфликт пошел. Я не буду. Всё. Он будет больше. Когда разговор зашел в тупик, Абиджон взял в руки ремень. Он там на голову потел, так, и теперь протянул. Дальше. И выдержал, вот так, седом, седом. Так, седом выдержал. И за это он его убил. Следы убийства задержанный решил уничтожить в огне. И поджёг диван. Но уходить с пустыми руками не хотелось. Суд отправил Абиджона в камеру следственного изолятора. Задержаться за решеткой он может на 15 лет. Продолжение следует.